Здравствуйте! С вами Светлана Цветкова. Рада приветствовать вас на канале Вязаные Игрушки Майя Мастерская. И сегодня я хочу вам показать, как быстро можно связать вот такой вот цветочек, похожий на ромашку. Из хлопковых тоненьких ниточек получается вот такая вот ромашка небольшая, а вот из толстых акриловых ниточек получается по тому же описанию цветочек намного большего размера. Нам с вами понадобятся ниточки двух цветов. Для ромашки я взяла желтый и белый цвет. Это ниточки Milk Cotton фирма Color City. Если вам интересно, то у меня на канале есть видеообзор по этим ниточкам. Ими я буду вязать крючком номер два. Также нам понадобятся ножнички и иголочка. Я использую иголку с широким ушком для того, чтобы удобнее было работать с толстыми ниточками. Буду показывать вам схемку, она не сложная, вы быстро поймете. Начнем мы с колечка Амигуруми, в которое наберем 8 столбиков без накида. И закончим этот рядочек соединительным столбиком. Вы можете набрать и другое количество столбиков, тогда ромашка у вас будет с большим или меньшим количеством лепесточков. Мы делаем колечко Амигуруми и в него набираем 8 столбиков без накида. Тянем за короткий кончик нити, затягиваем отверстие. И заканчиваем этот рядочек соединительным столбиком. У нас получилась сердцевинка ромашки. Дальше мы все лепесточки будем вязать одинаково. Набираем цепочку из 14 воздушных петелек и присоединяем. Первый лепесточек мы присоединяем в ту же петлю, куда мы делали соединительный столбик. Опять набираем 14 воздушных петелек и присоединяем столбиком без накида в следующую петлю. Опять 14 воздушных петелек и присоединяем столбиком без накида в следующую петельку. Так делаем до конца ряда. У нас с вами получатся лепесточки. Лепесточки мы уже будем вязать белым цветом. Я прикладываю белую ниточку и набираю 14 воздушных петель. Что здесь сразу же важно сделать? Для того, чтобы вот эта вот первая желтенькая петелька не была растянутая, нужно потянуть за рабочую ниточку. И видите, она стала коротенькой. Набираем 14 воздушных петелек и присоединяем столбиком без накида в ту же петельку, куда делали соединительный столбик. Что здесь важно? Вы сразу же можете приложить короткие кончики ниточек к кругу и будем прятать их сразу же внутри вязания. Делаем столбик без накида. Опять набираем 14 воздушных петелек и присоединяем цепочку. Уже находим следующую петельку. Опять прикладываем короткие кончики ниточек, которые нам не нужны уже. И присоединяем цепочку столбиком без накида в следующую петельку. У нас получилось два лепесточка. Точно так же делаем до конца ряда. Набираем 14 воздушных петелек и присоединяем столбиком без накида в следующую петлю. Вот такая вот у меня ромашка получилась с 8 лепесточками. Если вы сделаете, вначале наберете не 8, а 9, 10 столбиков, то у вас получится большее количество лепесточков. И еще разочек вам скажу, что кружок можно сделать побольше, если связать его из полустолбиков с накидом или столбиков с накидом. И лепесточки тоже можно сделать подлиннее, если вы наберете большее количество воздушных петелек. Ниточки мы отрезаем. Обычно я оставляю последний кончик подлиннее, потому что его можно использовать для пришивания. Вытягиваю. И я обычно прячу в вязании, проведя несколько раз в разные стороны. Желтая ниточка провожу внутри сердцевинки в одну сторону, в другую сторону. Можно сделать узелочки, если вы делаете узелочки. Я узелочки не делаю. И опять отрезать ниточку, натянув ее. Вот так у нас с вами получится красивая ромашка или другой цветочек. Я оставила эти ниточки, буду ими пришивать. Вот такая вот ромашечка получилась. Еще раз вам покажу для сравнения. Из ниточек ирис намного меньше. Эти цветочки вяжутся очень быстро, когда вы потренируетесь. И смотрятся симпатично. Я буду использовать вот эти вот большие цветочки. В этот выходной у нас будет праздник. Мы будем украшать часть парка цветочками, готовиться к весне. И вот эти вот простые цветочки как раз будут украшать один из кустиков. Надеюсь, этот мастер-класс вам пригодился. Буду рада вас снова видеть на своем канале. Светлана Цветкова. Светлана Цветкова.